А-а-а-а. Россия священная, наша держава. Ой. А что не так? Ну я пел гимн своей страны. Ну да. Не, по факту-то ничего нет. Ну по факту-то. По факту-то чего? Не, на самом деле, Артур. Я думаю... Супер, супер, супер. А что слышал? Да, супер, супер, я не знаю, что не рассказывал. Вот за это собирается Даню Милохин лишить российского гражданства. Не за исполнение государственного гимна. Не за то, что он там, может быть, слова перепутал. А вот за этот стрим. Потому что в этом же стриме он потом с украинским тиктокером Артуром исполнил фрагмент украинского гимна. Государственного гимна. Не бандеровской песни, в отличие от мисс королевы Крыма. Это та еще история, конечно. Ну, странно это все. Мне кажется, это такое в чистом виде хайпажерство. Прикопались к парню. Он не блещет интеллектом, да. Но абсолютно безвреден. Так же, как Никоглай, молдавский тиктокер, которого выслали за... Как мне кажется, в целом, в общем-то, пророссийский ролик. Но неудачный, конечно, с неудачным концептом. Не будем возвращаться к этому. Я к тому, что вот эти вот все эти многочисленные мизулины, все эти вот хайпажеры, которые борются вот с этими мальчиками и девочками, они просто отвлекают внимание от борьбы с настоящими за украинцами и с врагами нашей страны. С врагами нашей страны их много. Помните эту историю? Полтора миллиона комплектов снаряжения военного пропало. И в Минобороне как-то это все дело... Ну, я не слышал, чем это дело закончилось. Там военная прокуратура что-то тыркнулась. Прыкнулась. Ну, знаете, эти военные прокуроры, они имеют, наверное, все-таки ограниченные возможности. Знаете, этот анекдот, когда майбук депутата столкнулся с Гельдвагеном, чекистского генерала, и виновные в ДТП признали машину ГИБДД, которая приехала на место разбора. Также этих военных прокуроров, если они судятся, вот такое масштабное дело разбирать, их и засадят. Полтора миллиона комплектов. Не хватает сейчас снаряжения мобилизованных. Полтора миллиона. Интересно просто вот мне. Его вообще не произвели? То есть это сразу бабло на офшоры запилили и яхт себе там понакупали? Или произвели и продали потом? Да, не знаю. А продали кому? В Азию куда-нибудь? В Африку? Украинцам? Хотелось бы вот в этом разобраться. Вы знаете, еще генералиссимус, не Сталин, а другой, генералиссимус Суворов говорил, что каждого интенданта, который год проработал в армии, можно спокойно казнить. Ох, вот. Ну, это же серьезные дела, серьезные деньги, серьезные разборки. Там, в общем-то, так легко не хайпанешь, как на какой-нибудь Бузове. Бузова, кстати, еще раз скажу, съездила на Донбасс, записала песенку про релаканцев, прикольную. Вот, надо работать с молодежью, а не набирать весты на всяких этих запретительных притопах. Ты взял и променял Бузову на Грузию, на границе продал нас в последнем кузове. Ты взял и променял Бузову на Грузию, ты взял и растоптал всю мою эллисию. Ты взял и променял Бузову на Грузию, на границе продал нас в последнем кузове. Ты взял и променял Бузову на Грузию. Тих, тих, тих. Давай гимн моей страны будет. Давай. Ще-де-ме-ла-у. Капец, все русские, типа, коверкают. Потому что им бро, я не знаю, скажи мне, объясни. Там, типа, еще не умерла Украина. Ше-не-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. М-э-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле Нис-нис-нис-нис-енит-ны-тя Нис-нис-нис-нис-нис-а Да, конечно, русский Укрзалезни-тя Укрзалезни-тя Вот эти три фразы, понятно, что ты вообще очень далеко от этого всего